Привет, ребята! Сегодня у нас серия Гелендваген 6х6, тот, который брал бус лимонного цвета. Значит, за этот промежуток времени очень много работы было проделано. И я хочу начать это видео с дисков. Я напомню, что резину мы купили оригинал, а диски я вам сейчас покажу. Пришло время на наш Гелендваген поставить диски, те, которые будут. Ранее я вам рассказывал, что мы делали под заказ один к одному, как у оригинала. Единственное, немножко параметры отличались. ЕТ мы немножко наружу высунули и ширину диска сделали чуть побольше, чем у оригинала. Почему так? Потому что у нас нету бедлока, у нас только лицевая часть будет точно такая, как у 6х6 в оригинале. Я хочу вам их распечатать и показать. И сейчас едем быстренько на шиномонтаж и ставим их. Вот они наши прекрасные диски, ребята. Очень классно, очень все достойно сделано. Но тоже есть замечание. Значит, вот этот колпачок, да, его просто так не выковырять оттуда. Походу они сделали колпачок, когда он был не покрашен еще диск. И он четенько входил. После покраски реально вот сейчас откручишь болты и вот только выбивать изнутри нужно. То есть это первое замечание. Ну и второе замечание. Я не знаю, как насчет этих гаек. Будут они ржаветь или нет. Потому что это полноценные железные, ну обычные гайки, да. Возможно, они оцинкованные и покрашены черным. В общем, время покажет. Но это не проблема. Что шпилька, что гайка здесь выкручивается. И можно просто порошковой покраской покрасить и на место закрутить. 10 дюймов у нас ширина диска. 10. Это вообще просто то, что нужно. Едем. 10 дюймов у нас ширина. Перед тем, как установить диски, мы сделали такие трубочки 25 миллиметров. Это мы вымеряем, какая будет проставка, чтобы колесо плотно стояло по арочке. Наконец-то этот день свершился. Наши диски на нашем гелике. Вот так вот, пацаны. Вообще мне нравится. Класс. Хочу с вами посоветоваться. Вот видите, вот эти цвета. Он такой бордовенький или красный, можно так назвать. Такой металлик. Ну, классно смотрится. Но хочу как-то связать, знаете, чтобы не одни эти цвета были на дисках, еще где-то на машине. Значит, хочу вот эти молдинги, которые идут на дверьке и на переднем крыле. И между ними маленький молдинг. Вот туда я буду делать вставку с нержавейки хромовой под заднюю дугу. И там можно сделать такие вырезы. Брабус. Я думаю, там таким красным цветом вот эту надпись сделать Брабус. Что вы думаете? И еще впереди, на переднюю решетку, у меня сейчас там AMG-значок стоит. Сейчас я вам покажу. Я тоже там хочу эту надпись Брабус. И тоже таким же цветом, чтобы как-то завязать эти цвета все. А вот наша надпись AMG-шная. То есть здесь я хочу сделать надпись Брабус. Такого же цвета, как на дисках. Что вы думаете? После того, как вид у нас поменялся в хорошую сторону, с классными колесами, прошу заметить, что диски и резина у нас как у оригинала. Я уже спешу очень поставить нашу заднюю дугу, чтобы вообще полноценный видон иметь. В общем, процесс сборки у нас идет большими шагами. Дуга уже полностью установлена. Я вам показывал, что здесь мы полностью герметичком обмазали вокруг отверстия, дугу поставили на герметике, затянули плотно. Но мы потерпели маленькую неудачу, ребята. Короче, вот эта дуга, она очень плотно заходила и остриками нам коцнула немножечко краску. Блин, такая трагедия. Настроения вообще нет. Но под спичем, подполируем, я думаю, вообще заметно не будет. Ну, что случилось, то случилось. Расширители арок уже стоят на своих местах. Уже резинки, мы полностью все новые резинки купили, широкие. Поставили. Красивенько сейчас проволоки сварочные. Делаем крючочек, вправляем, чтобы они полностью ровненько были. Потому что они тоже вот такие вот могут быть. Я даже в оригинале видел, скорее всего, что делали что-то с аркой, да. Это я когда в Дубае был. То одна сторона, она такая вот. И даже было одно место, где уплотнители аж завернуты. С второй стороны было красиво ровно. А вот очередной ништяк мы получили от фирмы Днепроэ. Кстати, все в комментариях спрашивают, как же служат их оборудование. Я вам так скажу, чисто от себя, да. Что вот этот автомобиль полностью сделан с помощью их оборудования. В принципе, все хорошо, достойно работает. У фирмы Днепроэ есть свой YouTube канал, где не только они тестируют и показывают, как работает их оборудование. А они сейчас начали новый проект. Это BMW 30-й кузов, который они строят для дрифта под названием Корч. Ссылки на их YouTube канал в описании и на магазин также. Так как мы придерживаемся стиля Брабус на нашем гелике 6х6, на бампере впереди, да, снизу должны быть губы с LED-ами. Так как у нас ранее была вот такая вот губа, вот посмотрите. Красивая, классная, она мне все нравилась, все хорошо. Но теперь на наш 6х6 она тупо не подходит. Почему? Потому что вот в этом месте должна быть защита. Алюминиевая или с нержавейки, ну, по-разному ее делают. Защита такая она с подворотом. И для этого нужно уже не 6 LED-ов, да, а уже 5, то есть немножко меньше. И под арки 4х4, вот эта боковая панелька, она у нас тоже уже не подходит. То есть это на стандартный Гелендваген. В общем, вот это у нас оказался хлам, он не подходит. Я начал искать такие маленькие губы, уже они продаются, ну, по Америке, китайцы продают. Но столкнулся с такой проблемой, что в 4х4 и в настоящем Брабусе они как бы прямые получаются. А здесь такой, видите, носик выпуклый. Ну, понимаете, уже если платить деньги, да, то уже взять нормально то, что похоже на оригинальный Брабус. И сразу с выступом под арки. Ну, там вырез такой есть. Я, короче, поискал, ну, по Америке вроде как не нашел. Но потом чисто случайно у нас в Украине есть человек, который с оригинала у него получилось снять матрицу. Я не знаю, какая причина была, кто ему это пригнал. Но я нашел этого человека и купил оригинальное, уже откопированное. Вот как она выглядит. Вот, видите, эта сторона. Вот так. То есть, видите, да, у нее выпуклости такого носика утиного нету. Она прямая, это раз, и на один LED меньше. И то есть сразу сделана вот под арку, ну, вот эту здоровую лопуха нашего. И сейчас мы заказали LED, и с дня на день мы их ждем. Но набегая заперед, я вам точно скажу, что не только на герметик мы будем это все вклеить. Потому что взяли моду тюнингисты, все на герметик или на двухсторонний скотч. То есть, ну, это, понимаете, оно хорошо, когда оно не отвалилось. Но, может быть, в один прекрасный момент где-то или от большой жары, или от перепада температуры. Оно просто отвалится и будет на проводах у вас телепаться. Я по-любому. Где-то вот здесь, ну, здесь у нас как бы защита будет, да. Здесь какой-то саморез или даже маленький болтик. Ну, понятно, что шляпка с потайчиками, ее видно не будет, закрасится. И где-то здесь с поднизу мы прикрутим тоже, чтобы... Ну, надежно. Вот здесь, понятно, у нас на герметика будет, то есть, чтобы щели не было. Но, во всяком случае, даже если герметик отстанет, у нас все равно на саморезах, на болтиках это все будет держаться. Ну, вот и закончился процесс установки наших LED-ов. Красивые губы от Brabus. Значит, мы вклеили, верхнюю часть вклеили, так что вообще идеально плотненько здесь было, ни малейших зазоров. С этой стороны у нас, конечно же, болтик. И здесь внизу болтик. Ну, на всякий случай, мало ли, герметик отойдет. И просто, чтобы она на проводах не телепалась. Сами LED-ы мы взяли NOLDEN. Это оригинал. Почему именно NOLDEN? Ну, чуть дороже, да, от китайских. Потому что, ну вот, чисто от себя могу сказать, что с китайскими постоянно проблемы. У меня когда-то на той губе, что я вам показывал, которая уже покрашена в такой цвет, стояли китайские, да, они постоянно потели. Хоть я и разбирал вот эти все рамочки, все разделял, там мы вычищали, и все это на силикончик прозрачный собирали, все равно они потели. А потом где-то через полтора годика, там, то одна потухнет, то вторая. Короче, мы постоянно меняли эти диоды. Больше я не хочу этих ошибок повторять. Значит, по этим губам мы полностью все закончили. Следующий этап у нас клыки, карбоновые клыки. Здесь нержавейки стояли, такие хромовые, красивые. Но так как у нас гламурный гелик, нам нужен карбон. Ну, в принципе, тут проблем не было. Подогнали немножечко, мы тоже, это наше уже изделие, подогнали. Там внутри специальный крепежек, потому что я часто начал видеть, что продают вот эти клыки, только верхнюю часть, которую ты вклеиваешь на герметике, и если надо снять бампер, ты просто отрываешь потом. Ну, так, знаете, ну, несерьезно. Там с пластины мы сделали такую п-образочку, гайки вклеили туда. Ну, гайка там одна верхняя, она такая действительно важная, она там чуть с регулировкой. Мы ее, ну, как бы даже крепеж вклеили, а сама гаечка, она туда-сюда ходит. И отсюда болтом закрутили. Ну, проблем тут не было больших. И, конечно же, домик. Домик на бампер, это тоже очень такая важная, красивая деталь. Мы сделали три крепежа, болты такие сквозь бампер, ну, чтобы оно прикручивалось, такие пластины огромные. Ну, у нас есть свои секреты, как вклеить металл к карбону, да, чтобы не повело, потому что если на пасту, там, ну, карбонщики знают, что такое паста. Вклеиваешь, что такие втяжки она оставляет. Мы же там красиво уклеили, короче, там все четко, все нормально. Сетку мы не взяли, вот эту обычную сеточку, да, такая алюминиевая мелкая. Мы ее взяли только сзади. Впереди поставили пластику. Когда-то наш такой хороший у нас клиент есть. Мирослав, тебе привет, если смотришь. Нам подогнал такую сеточку пластиковую. Вначале мы лицевую часть ее поставили, а сзади мелкую сеточку для того, чтобы не просматриваться. Потому что если был черный гелик, да, то, по сути, ты просматриваешь, там темнота. А так как у нас желтый, там просто если с таким окошком сеточку оставить, все желтое просвещается. Сейчас все красиво, все классно, пацаны. Ну и что планируется еще по передку? Это у нас защита. Ну алюминиевая такая защита, большая идет. С такими кругами, там вырезами, выступами, с лючками, два лючка под крючки. Там, ну мало ли, если буксироваться где-то надо, то все это есть. Где-то они к нам доезжают. Мы заказали их тоже с Китая. Ну точная копия, чтобы не самому что-то выдумать, а чтобы один в один все было. С дня на день получаем, тоже установочка. И морда у нас четкая. Продолжение следует... После того, как мы в салоне все сварочные работы, ну и черновые работы закончили, можно поставить на уплотнитель, на свой заводской уплотнитель. Стекнышко мы уже потонировали, приготовили. И вот этот пластик, мы тоже его купили новый, потому что старый у нас какие-то через саморезы был прикручен. Короче, пацаны, будет просто новая машина. А сейчас, ребята, хочу с вами посоветоваться. Значит, смотрите, расширитель арок у нас с карбоном. И вот эта лепушка, я ее так называю, тоже она карбоновая в клеточку. Если ближе подойти, посмотреть, все видно. Ну, как бы, вроде бы и красиво смотрится. Но с другой стороны, у оригинальных 6х6 очень часто вот эта деталь, она покрашена в цвет кузова. Это карбон остается, это покрашено. То есть, что вы скажете, как будет в нашем случае красиво? Потому что смотришь, вроде бы как деталь и к арке, ну, как-то не подходит. Ну, непонятно, вроде не арка и вроде бы и не кузов, да? Ну, и не туда, не сюда. Вот, честно, сам не знаю. Мне как-то больше кажется, что, может быть, нужно и покрасить ее, чтобы она как бы, как деталь кузова была. Пишите об этом в комментариях, что вы думаете. Ну, что, ребята, это видео у нас подходит к концу. Если честно, более 30 минут у нас было материала для одной серии. Но мы решили поделить напополам. И, значит, в четверг, в 7 часов вечера мы выпустим вторую часть по этому гелику. Ну, а на этом видос я заканчиваю. Пока, ребята.